Дорогие друзья, братья и сестры, мы живем сегодня в непростое очень время. Думаю, многие со мной согласятся в этом. Хотя жизнь как отдельного человека, так и целых народов, стран, сообществ проходит в разные времена. Как мы пропели, течет жизнь и мирно, и можем нестись по грозным волнам. Оно может быть всяко. Но сегодня я хотел бы поговорить о том Божьем даре, который помогает нам и помогал всегда всякому, идущему за Христом, пройти вот эти и грозные волны, и тихие мирные времена, и сохранить при этом добрую совесть перед Богом. Это дар веры. Именно этот дар помог и тому же графу Стефорту в свое время пережить сильнейшее потрясение. И это не единственный пример в истории. Таких можно найти много. Мы можем читать Священное Писание, находить и там для себя примеры. Мы можем многие даже и здесь присутствующих о своей жизни свидетельствовать и говорить о тех моментах, когда Бог вел нас. И сегодня я просто хотел бы остановить наше внимание на том, как нам вера помогает пройти самые разные обстоятельства. Или точнее сказать, вера помогает нам быть выше временных обстоятельств, в которых мы находимся. В свое время, несколько лет назад, мне в церкви так предложили рассматривать одно из посланий об церкви образцовой. И по ходу рассуждений мы очень много параллельных тем обнаружили. Одна из этих тем или одна из истин, обнаруженных нами, была та, что временные обстоятельства сами по себе, если вот взять человека отдельно взятого, меня, любого из нас, всегда эти временные обстоятельства будут сильнее нас. Всегда так. Мы очень сильно заблуждаемся, если думаем, что можем противостоять тому, что нас окружает. Но есть тот, кто выше этих обстоятельств. Это Бог. Бог создал весь мир. Он создал время. И одно единственное средство, которое помогает нам быть выше этих обстоятельств и как-то преодолевать их, не быть сильнее, но сохраняться в этих обстоятельствах, это то, что нас связывает с Богом, а именно вера. Мы помним, да, вот в Девсиманском саду Христос, молясь об учениках своих, Он просил у Небесного Отца, «Не прошу тебя, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Это очень важные моменты. И мне видится так важным и в своей жизни, и в жизни каждого из нас понять, как там вера помогает в этих временных обстоятельствах быть выше и сильнее. А точнее, может быть, я вот такие моменты рассмотрю сегодня, как вера связывает наш прежний опыт, да, прежнюю нашу жизнь. Как она помогает нам или в чем она проявляется в настоящем и в чем она должна проявиться и в будущем. Я почту для этого текст, который записан в послании к евреям, начну читать с последних стихов 10 главы. И затем продолжу главой 11. Больше буду обращать внимание на пример Авраама. Я прочитаю 38-39 стихи в начале 10 главы и далее выборочно буду читать из 11 главы послания к евреям. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние». И далее я продолжу с 8 стиха. «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. «Верую обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог». И далее я прочту с 17 стиха. «Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано в Исааке, наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании». Дорогие друзья, я хотел бы обратиться к стиху, который является больше, его можно назвать определением веры или основными признаками веры. Это 1 стих 11 главы. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Этот текст, этот стих и определение, сама структура этого стиха говорит нам о том, что прежде всего вера нас должна связывать с прежним нашим опытом. В чем это заключается? Здесь говорится о том, что мы связаны с ожидаемым, то есть мы должны чего-то ожидать. И мы должны уверенность иметь в невидимом, в том, что сегодня еще невидимо. И очень важный момент здесь понять необходимо и принять это как библейскую истину, которая подтверждается разными текстами Писания, в том, что невозможно иметь уверенность в невидимом. Невозможно чего-то ожидать, если мы не имеем прежнего опыта отношений с Богом. Одно из определений веры, параллельно так, что ли, можно назвать, которого не содержится в Писании, но которое, возможно, мы слышали уже с кафедры, можно сказать так, вера – это есть ответ человека на Божие откровения. То есть нам необходим опыт, реальный опыт отношений с Богом для того, чтобы быть в чем-то уверенными и для того, чтобы что-то ожидать. Вера не может быть плодом наших фантазий, иллюзий каких-то, наших собственных представлений. Вера не может быть каким-то средством нашего, продуктом нашего человеческого ума. Мы не можем выдумать себе будущее, не можем себе представить, что будет дальше, если мы не получим этого откровения от Бога. Этому есть подтверждение и в том тексте, который мы прочитали. Я хотел бы обратить наше внимание на последние стихи, или последний отрезок, который мы прочли. «Верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного». То есть в прошлом он имел обетование. И вот дальше здесь сказано так. «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Дорогие друзья, я понимаю так, что здесь очень важная истина раскрыта, в которую сегодня, если не уверовал, то многие просто не приняли еще эту истину. Многие люди сегодня считают, что не обязательно в прошлом иметь опыт. А Писание говорит обратное нам. Оно нам говорит о том, что Бог, прежде чем испытывать Авраама, прежде чем повелеть ему принесить в жертву Исаака, он ему сначала открылся. И он действительно достиг в Аврааме того понимания, когда Авраам, зная Бога, знал точно, что Бог силен и из мертвых воскресить его. Это очень важный признак веры, ее связь с прошлым, с прежним нашим опытом, наших духовных отношений с Богом. Очень похожая, близкая для меня мысль была обнаружена мной, когда читал книгу швейцарского автора христианского. Она называется «Он здесь и он не молчит». Это Фрэнсис Шефер. И он сравнивал там веру библейскую как истину, как реальность, данную любому верующему человеку с многими очень параллельно идущими философскими учениями, научными представлениями, культурными, национальными и так далее. И вот коренное отличие библейской веры от всего остального, что может как-то квалифицироваться как вера, может как-то называться верой, оно именно в этом и состоит. Мне было это очень близко. Он говорит о том, что вера библейская, она всегда имеет под собой твердое и очень надежное основание. Бог никогда от верующего не будет отребовать или ожидать какого-то шага в неизвестность. То есть даже написано о том, что Авраам, не зная куда идет, но он знал Бога. У него был опыт прежних отношений с Богом. И этот опыт он применил в том, что он был послушен Богу. Он пошел туда, куда Бог его звал. В чем заключается сегодня философствование и сегодняшнее мировоззрение людей, неверующих, очень часто называющих себя верующими? Оно в том и заключается. Этот шаг часто, ну, другие библейские авторы, в частности вот и Фрэнсис Шефер, он называет его прыжком в неизвестность, прыжком в бездну. То есть человек порою не знает, что его завтра ждет. У него не было прежнего опыта отношений ни с Богом, ни с кем-то более-менее авторитетным. В лучшем случае он может положиться на опыт своих отношений с другими людьми, на опыт какой-то свой профессиональный. Но этот опыт, это прошлое, оно всегда может быть подвергнуто сомнению, испытанию и может его не выдержать. Так может быть, мы действительно можем быть хорошо знакомыми в каком-то одном вопросе, может быть всю жизнь им занимаемся, но где-то мы можем допустить ошибку. Мы можем доверить свое здоровье какому-нибудь врачу, который прославлен, который может быть имеет большой опыт в лечении других людей, но в нашем случае это может не сработать и не помочь. И таких примеров можно приводить много. И еще раз хотел бы сказать, и само ожидаемое нами, и уверенность в невидимом, они подпадают под определение веры, когда мы имеем живой опыт общения с Богом. И хотелось бы пожелать этого опыта и мне, и каждому из нас, находящихся здесь, чтобы нам действительно иметь эти живые отношения с Богом, чтобы нам знать Бога нашего, чтобы знать, на что мы идем, кому мы и в чем доверяем наше будущее. Хотелось бы сказать также и о том, что вера наша, она простирается и на наше настоящее, она очень сильно проявляется в настоящем. Здесь в этой главе мы уже с вами раньше читали об облаке свидетелей, которые меняли вокруг себя мир. Если коснуться учеников Иисуса Христа, их было в начале 12, затем чуть больше, да, 70 называется, еще сколько-то учеников. По сути, в мировом масштабе это горстка людей, но и эти люди верою своей изменили окружающий их мир, изменили мировоззрение многих, очень многих тысяч, может быть сотен тысяч людей на тот момент, на время их жизни. И это есть то, что проявляется в настоящем нашем. Я хотел бы это называть одним таким словом, любая вера, или библейская вера точнее, правильнее так будет сказать, она безусловно будет действием. И здесь в этом же определении, в первом стихе 11 главы, мы тоже находим это слово, здесь сказано так, осуществление. То есть это есть действие. Если мы прочитаем отрывок из 11 главы, который мы прочитали еще раз, и внимательно посмотрим, мы можем себе это взять за домашнее задание, или может быть за такой, как сказать, интересный досуг, то мы найдем здесь ни один, ни два глагола, обозначающих действие. Я сегодня хотел бы, чтобы подчеркнуть вот это проявление веры в настоящем, как действие. Хотел бы возвратиться к тому отрывку Священного Писания, на который ссылается вот этот текст, прочитанный нами. А именно книга «Бытие», 22 глава. Я не буду читать его подробно, тем более, что не так давно его рассматривали на разборе слова. Я только один из очень, тоже для меня дорогих моментов отмечу. Книга «Бытие», 22 глава. Точнее, да, 22 глава я буду читать выборочно. Первый стих. «И было. Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего и единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Далее я прочитаю с 10 стиха этой же главы. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззывал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И далее я прочитаю с 15 стиха. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю и благословлю тебя. И умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословляться в семени твоем, все народы земли за то, что ты послушался глаза моего». Дорогие друзья, в этом отрывке уже вот даже то, что мы прочитали, мы тоже с вами можем найти ни один и ни два глагола. То есть это часть речи, которая обозначает действие. Я сегодня хотел бы обратить внимание на один глагол. Три очень похожих текста. Во втором стихе Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Очень похожие тексты в 10, точнее, в 12 стихе. «Не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И 16 стих. «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего». Я не буду обращать внимание на многие глаголы. Я один глагол отмечу, может быть, мы заметили это. Во втором стихе этот глагол обозначен словом «ты любишь». В двух других текстах, очень похожих на этот текст второй, этого слова уже нет. Почему это так? Значит ли это, что Авраам перестал любить своего сына? Дорогие друзья, совершенно нет. Но действие, которое мы совершаем сегодня верою, оно является определяющим в том, что я на самом деле люблю. Люблю ли я себя больше, чем Бога? Люблю ли я свое больше, чем Божье? Что для меня важнее? Мои желания? Может быть, я это получил по молитве от Бога? Или все-таки Божья воля? Что для меня важнее? Один из братьев несколько лет назад сказал, что история искушения – это есть история любви. Я бы хотел дополнить эту фразу. История нашей с вами веры в том, какая она сегодня есть. Это тоже есть история любви. Что я сегодня люблю? Кого я люблю сегодня? И это очень важно. И это проявляется в действии. Это проявляется в том, что я сегодня делаю, чем я сегодня живу, как я поступаю, как я мыслю, на что направлено то, что я делаю. И третье, о чем хотелось бы сказать сегодня – это влияние веры на наше будущее. Или точнее, вот мы выше этого будущего. С помощью веры, так же, как мы выше нашего прошлого, да? Так же, как мы выше нашего настоящего, всего, что нас окружает. В непростом, очень сложном мире мы действуем верно, согласно вере. Точно так же вера поднимает нас и над будущим. И обеспечивает, простирает нас в будущее. Я хотел бы говорить о том, что, во-первых, вера, связывая нас с будущим, она уже дает нам откровение о том, как мы должны, согласно Божьей воле, поступить сегодня, завтра, может быть, ближайшие моменты моей жизни, может быть, несколько лет вперед, может быть, до конца нашей жизни. Это очень важно, как мы проживем эту жизнь. Но, друзья, вера, имея собою назначение, как только временное явление, она, тем не менее, гарантирует нам и вечность. Она переводит нас от этой временной жизни в вечность. Вот в 10 главе, то, что мы прочитали, отчасти уже содержится эта мысль. Здесь сказано так, мы стоим в вере ко спасению души. То есть, это не просто наши временные какие-то преимущества, наши плюсы, наше отличие от неверующих людей, от тех, кто не верит в Бога или не принимает Его. Но это есть выше, это есть больше того, это есть средство спасения души. Об этом же сказано в послании к Петру, Петра в первой главе. Я не помню стих, но сказано так, что мы достигаем конца веры нашей спасения души. То есть, вера дана человеку для того, чтобы и здесь на земле ориентироваться в этих временных, непростых, порой очень сложных, очень тяжелых обстоятельствах. И в то же время вера дана человеку для того, чтобы достигнуть вечности, для того, чтобы спасти свою душу, для того, чтобы не погибнуть вместе с этим осужденным на вечную суд миром. И нам сегодня с вами, друзья, следует задать себе вопрос, есть ли во мне та вера, которая спасает? Есть ли во мне та вера, которая названа евангельской, которая от Него, как написано в Деянии апостолов, она не от человека должна исходить, она не продукт моего человеческого мышления, моих способностей, моего какого-то опыта. Она есть дар от Бога, который делает меня выше этих временных обстоятельств и переводит меня в вечность. Пусть, друзья, сегодняшнее наше с вами общение, наше повседневное общение с Богом, с Его Словом, поможет нам возрастать в вере и достигнуть конца этой веры спасения души нашей. Аминь.